Реализация программы инвестиционного развития открытого акционерного общества «Нафтан» выходит на финишную прямую. Уже в текущем году на предприятии планируют получить первую продукцию комплекса замедленного коксования. Ход работ на постоянном контроле высших должностных лиц. Сегодня его оценил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко побывал на объектах модернизации предприятия. После провел рабочее совещание. В центре внимания вопросы обеспеченности строительными кадрами, материалами, соблюдению сроков выполнения работ. Отмечу, «Нафтан» стал не единственной точкой в графике рабочего визита премьер-министра в Северный регион. В поле зрения главы правительства также развитие сельской местности и туристического потенциала. Подробности у моих коллег. Детальное изучение ситуации непосредственно на объектах, проводимой в открытом акционерном обществе «Нафтан» модернизации. Главе правительства докладывают, как складывается ситуация сегодня. Графики выполнения работ напряженные. Дедлайн – конец 2021-го. Все объекты инвестиционного проекта стоимостью более 1 миллиарда долларов должны заработать в единой производственной цепи. И в текущем году на предприятии планируют получить первую продукцию комплекса с приставкой «Долгожданная». Для нас это очень важно в свете реализации известного налогового маневра. Таким образом мы компенсируем увеличением глубины переработки, увеличением выпуска нефтепродуктов и дизеля, и бензина, и газойля, и кокса. Мы фактически экономически компенсируем потери от так называемого налогового маневра. Поэтому, ну, с учетом, опять-таки, вы сами видели, насколько сложный объект, и вот зимой в полном масштабе ведутся строительные работы. В том числе и наши строительные организации получают компетенции, которых у них раньше или не было, или были недостаточно. Вот, потому что практически нам предлагали отдать это подряд иностранным организациям, но, тем не менее, решение приняли делать сами. И это тоже большой позитивный опыт, положительный, полезный для наших строительных организаций. Мы, правда, их критикуем справедливо, в том числе и сегодня это происходило. Но, тем не менее, подтягиваются, и сейчас уже есть уверенность, как я уже сказал, что поручение президента должно быть выполнено. Завершить строительно-монтажные работы и приступить к пусконаладке – процесс под пристальным контролем высших должностных лиц, сверяют часы еженедельно. Обеспеченность строительными кадрами, материалами, соблюдение графика – об этом говорили и на нынешнем рабочем заседании, которое возглавил Роман Головченко. Несколько месяцев назад четкие временные рамки были обозначены, определена стратегия с учетом ошибок и недочетов прошлого времени. На сегодняшний момент этот комплекс включает в себя порядка 19 различных объектов строительства. Из них 12 уже завершены стройкой и сейчас ведется по ряду из них уже подписанный акт о вводе в эксплуатацию. По некоторым сейчас эта работа завершается. Соответственно, нам осталось достроить 7 объектов. Среди них основной проект и объект – это именно сама установка замедленного коксования. Все эти проекты и в целом реализация комплекса находятся на контроле как президента, так и премьер-министра. По срокам, которые нам установлены, мы должны строительно-монтажные работы закончить в мае месяце. Соответственно, ввести в установки все комплексы в эксплуатацию до конца 2021 года. Соответственно, мы работаем именно в этом режиме, по этому графику. Действительно, установка замедленного коксования – центральное звено комплекса. Самый масштабный проект и в строительном, и технологическом плане. Здесь сегодня задействовано порядка 800 строителей. Завершение реализации инвестиционной программы, конечно, задача номер один – цель совершенствования нефтяного производства. Перспектива предстоящей пятилетки – повышение эффективности химпредприятия. В целом, нефтехимическая отрасль – одна из стратегических для Беларуси. Если уже говорить о программе социально-экономического развития страны, то там есть несколько таких главных векторов. Первый – это, конечно, ставка на нашу традиционную отрасль промышленности. Вот одну сегодня мы посетили – это нефтехимическая отрасль. То есть государство будет ее развивать дальше, будет инвестировать. Но в то же время в программе очень важный вектор уделяется развитию регионов. То есть это одна из фундаментальных задач. Мы, концентрируя трудовые ресурсы, производительные силы вокруг крупных городов, не должны забыть про регионы, про сельские регионы. Вот в одном из них мы сегодня с вами тоже побывали, в Верхнедвинском районе. Фактически сельскохозяйственный район. С небольшой промышленностью. Но то, что именно вот эти места, с учетом тех льгот, которые уже имеются, я имею в виду шестой декрет главы государства, это фактически очень льготный режим. Надо здесь развивать, создавать производство. Конечно, не масштабное, возможно, но в каждом населенном пункте должна быть площадка, на которой будут создаваться рабочие места. Вот и пример в городском поселке Освея Верхнедвинского района с более чем тысячным населением. Экопродукция – практически уникальное производство для Беларуси, углубленная переработка изделий из дичи. И, что важно, более двух десятков рабочих мест. Говоря о создании комфортных условий для жителей регионов, глава правительства определил акценты – достойная оплата труда и хорошая система социальных стандартов. Александр Качан, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».